IPO Санкт-Петербургской биржи. Стоит ли участвовать? Приветствую вас! Меня зовут Александр Иванов, я автор проекта «Финсоветник». Обсуждаем IPO биржи СПБ, обсуждаем как ответ на ваши пожелания из комментариев. Вот одно из предыдущих видео. Запрос на разбор этого IPO – 86 лайков. Рядом такой же запрос на 58 лайков. Другое видео в комментах – 53 лайка под этим запросом. Традиционно благодарю всех, кто в комментариях пишет пожелания по темам будущих видео, ставит лайки и, конечно, подписывается на канал. Видите, мы стараемся отвечать на наиболее популярные запросы из комментариев. Значит, мы с вами обсудим IPO биржи СПБ и в трех частях будет это обсуждение. Часть первая – про конфликт интересов, который есть у брокеров. Второе – это про довольно мутноватую историю, как биржа СПБ привлекала капитал. За последние месяцы тут много всего было. Третье – попытаемся оценить биржу СПБ. Перед этим отмечу, что сегодня, 18 ноября, последний день для подачи заявок на это IPO, ну или не подачи заявок, тут уже на ваше усмотрение. И нам поступал вопрос под одним из прошлых видео, почему мы обзоры IPO-шек выпускаем, ну, так сказать, вот в последний момент, там за один или два дня до дедлайна, значит, приема заявок. И сразу хотел бы на этот вопрос ответить. Дело в том, что когда компания проводит IPO в какую-то дату, они собирают вместе с интерайтерами книгу заявок от инвесторов. И какие-то интересные новости могут подъехать. Например, про делимобиль, да, там за день-два до размещения, они сказали, что рыночные условия нехорошие, перенесем IPO. То есть, ну, в общем, скорее всего, спрос был весьма низким. Вот. Бывают новости, наоборот, что спрос какой-то хороший. Про биржу СПБ подъехала информация, что, ну, на уровне слухов, это очень важно, это не факт, это именно слух, что если заявка будет на IPO ниже 11,5 долларов, можно акции и не получить при диапазоне 10,5-11,5. И мы это интерпретируем как то, что есть слухи, что спрос на акции биржи СПБ более-менее хороший. Теперь перейдем к плану. Про конфликт интересов. Пункт первый. Дело в том, что сейчас эта IPO биржа СПБ рекламирует сразу много брокеров. Мне за последние пару дней сотрудники двух брокерских компаний звонили. До этого мне так, так сказать, так вот прямо настойчиво никакие размещения не рекламировали, чтобы сразу из двух брокерских компаний позвонили. Вот. И здесь важно что глянуть? Важно посмотреть на состав акционеров биржи СПБ. Мы как базис с вами вновь рассматриваем брошюру от брокера Тинько. Вот смотрим структуру акционеров. И посмотрите, здесь есть сразу несколько крупных российских брокеров, у которых есть доля в этой бирже. И здесь намечается небольшой конфликт интересов. У них там есть доля, поэтому для них выгодно, чтобы как можно больше инвесторов вложились, чтобы оценка их доли выросла, а они потом, может быть, где-то эту долю в какой-то момент продадут, зафиксировав какую-то прибыль. То есть уже какой-то определенный конфликт интересов намечается, помимо, разумеется, того, что, понятно, брокеры рекламируют IPO за счет более, потому что там более высокие комиссии. Например, при участии в этом IPO через Тинькофф, комиссия за участие 2%, и это там где-то раз в 40% выше, чем комиссия за обычную биржевую сделку. Да, поэтому понятно, что им выгодно, они на этом потенциально комиссионных много заработают. Теперь история, да, выхода биржи СПБ на биржу, на IPO здесь тоже, это вторая часть по нашему плану, здесь тоже есть очень интересный момент. Дело в том, что первоначально планировалось, что биржа СПБ выйдет на IPO на американский рынок, ну, скажем, на NASDAQ, да, это была бы такая стандартная классическая история. Биржа СПБ, в целом технологическая компания, выходит на IPO на NASDAQ, что может быть более, ну, так сказать, разумным или крутым вариантом. Ну, собственно, так и должно было бы быть. Вот, в рамках подготовки к IPO на NASDAQ, они проводили раунд при IPO. Дело было в начале осени, где-то в районе сентября, они его там анонсировали и провели. И здесь первый важный момент. Дело в том, что они проводили при IPO при оценке полтора миллиарда долларов. Сейчас они выходят на IPO при более низкой оценке, то есть, в общем-то, биржа СПБ более чем на 10%, ну, здесь точно процент нельзя сказать, потому что мы не знаем цену IPO, пока только диапазон. Но, видимо, как минимум процентиков на 10 они успели подешеветь, да, буквально за два месяца. И это, ну, так сказать, такая, да, не очень хорошая новость для инвесторов, да. То есть, за два месяца они, видите, снизили свою оценку. Следующий интересный момент связан с тем, что они планировали выйти на IPO еще осенью. Видите, новость эта у нас от 19 мая 2021 года. И здесь они говорили, что хотят, значит, выйти при оценке 1,8 миллиарда долларов. То есть, в общем-то, получается, что они весной этого года 1,8, в сентябре 1,5, а сейчас и еще на 10 или даже больше процентов дешевле будут выходить. То есть, в общем-то, как-то тенденция не очень хорошая, да. Почему компания может снижать свою оценку при привлечении капитал? Ну, если не находится достаточное количество инвесторов, то по более высокой оценке готов туда деньги вложить. Еще одна довольно мутная история связана с тем, что когда они в сентябре, значит, привлекали капитал, брокер Freedom Finance, который сейчас в том числе тоже рекламирует IPO биржи СПБ, продал часть своих акций в бирже СПБ и на этом очень хорошо откэшился. То есть, Freedom Finance, как брокер, покупал себе акции биржи СПБ где-то года 2 или 3 назад, ну, то есть, так вот, довольно давно, и они в сентябре откэшились, продав акции, в том числе своим клиентам, и на этом они очень хорошо заработали. Заработали на этом клиенты? Пока нет. Пока что клиенты, которые покупали при оценке 1,5, в сентябре потеряли, потому что сейчас оценка ниже. Это еще один такой, так сказать, момент. Мутный момент. Ну, тут уж, извините, не могу удержаться от другого слова. Следующий мутный момент. Они же сначала хотели провести IPO на NASDAQ, но сейчас они проводят IPO у себя, да, на бирже СПБ. Почему они не смогли провести IPO на NASDAQ? Достоверной информации нет, прям вот такой фактической. На Forbes вышла заметка, что это IPO остановил аудитор с текстом, что вот, мол, аудитор якобы не выдал комфорт-леттер, то есть, в общем-то, ну, заключение, что более-менее все норм. Это не означает, что у них там не норм, да, это просто означает, что вот это вот комфорт-леттер не было выдано. Были вопросы к, значит, почему не выдали, и говорилось, что они там хранят в депозитарии кипрского Freedom Finance какую-то часть бумаг, ну, и, в общем-то, да, там, или другая версия, что они не успели какую-то информацию подготовить, но, так сказать, еще один мутный факт добавляется, да, то есть, мы не знаем достоверно, почему IPO на NASDAQ не прошло, но мы видим, что у них планы как-то поменялись. Ну, глава Freedom Finance у себя написала, что, мол, на Forbes это все вброс, это все неправда, как акционеры не могут комментировать все это дело, ну, в общем, как бы там, ай-яй-яй, все не так. Но осадочек-то остался, то есть, мы видим, что какая-то мутная ерунда происходит, капитализация биржи снизилась с сентября, и с планов их весенних, что на NASDAQ их пока не пустили, может быть, пустят в 2022 году, но, может быть, и не пустят. Кстати, вокруг самого Freedom Finance тоже там есть некоторые вопросы, например, на Bloomberg этим летом выходила статья о том, что брокеру, который сильно вырос по бизнесу, некоторый мистический фонд или какой-то неизвестный фонд, в общем-то, большую часть роста бизнеса косвенно обеспечил. Ну, в общем, такая вот статья тоже, если хотите, почитайте. Весьма интересная, вызывающая вопросы к разного рода мутным историкам. Значит, дальше, перейдем к оценке самой биржи, потому что если бы, например, биржа предлагалась бы по какой-то низкой оценке, то, в общем-то, почему бы и не приобрести ее бумагу. Значит, посмотрим на ее оценку. Она выходит, грубо говоря, при оценке порядка 100 миллиардов рублей, там они не анонсировали финальную цену, да, там 10 с половиной, 11 с половиной. Может быть, они разместятся даже выше, потому что, да, финальная цена может отличаться от первоначального диапазона. Ну, я бы округлил, что это район, там, 90-100 миллиардов рублей. От 100 легко полисать, потому что такое круглое число. Вот, значит, теперь нам с вами важно посмотреть на их финансовые показатели. Значит, сколько зарабатывает биржа СПБ, если они хотят капитализацию почти 100 миллиардов рублей. Заработали, прибыли они за 2020 год всего лишь миллиард 269 миллионов рублей. Это дает, там, коэффициент ПИИ, там, порядка 75-80, то есть дает довольно высокий коэффициент ПИИ. С таким коэффициентом вообще, как бы, тут делать нечего. Надо сразу пропускать. Но они ставят на то, что компания растущая, и подтверждает слова делом. В первом полугодии они заработали полтора миллиарда рублей, то есть они за полугодие заработали больше, чем за весь предыдущий год вместе взятый. И вполне есть шансы, что эти темпы роста продолжатся, по крайней мере, сейчас. В целом, это выглядит довольно интересно, потому что полтора миллиарда за первое полугодие, если они во втором полугодии тоже подрастут, а обычно они полугодие к полугодию росли, то, может быть, они за второе полугодие 2-2,5-3 заработают, и суммарно, ну, 2-2,5-3, это, грубо, 2,5 в среднем, да, ну, в районе, скажем, например, 4-х миллиардов рублей, они суммарно заработают за 2021 год. Сколько точно, мы посмотрим, когда год закончится, они отчетно испубликуют. Пока речь идет примерно, там, 3,5-4 миллиарда рублей прибыли. Однако, фишка в том, что даже с такой прибылью они будут оцениваться коэффициентом ПИ-25, и это довольно, это немало, это, я бы сказал, даже много. Здесь вспомним, что на рынке есть другая биржа, это Московская биржа, и Московская биржа при капитализации 300, ну, грубо, 380 миллиардов рублей зарабатывает 26 миллиардов рублей, ну, везде округленные числа прибыли. Они торгуются менее чем по 15-ти годовым прибылям, а биржа СПБ хочет оценку в 25-ть годовых прибыли. Вот, где-то в комментах в прошлом видео поступал вопрос, почему вы не сравниваете компании с зарубежными аналогами. Ну, вот, ребята из Тинькова сравнили биржу СПБ с зарубежными аналогами. Ну, здесь в чем, так сказать, проблема? В том, что они сравнивают, там, например, с биржей NASDAQ, да, с другими. То есть, в целом, если они там сравнивают по коэффициенту ПИ, то там получается, там, 25-23, то есть, получается, что биржа СПБ более-менее нормальный коэффициент, то есть, совпадает с зарубежными биржами. Проблема в том, что сравнивать вообще рублевые истории и долларовые очень трудно. В рублях ключевая ставка 7,5%, в ЦБ ее, вполне вероятно, в ближайшее время выше 8% поднимет, а то и до 8,5%. В США, в самом, так сказать, быстром случае повышения ставок, она там будет порядка 1-2% через 1-2 года. То есть, скорость дисконтирования денег в России сильно выше, чем в США. Поэтому тот факт, что биржа СПБ оценивается так же, как зарубежные биржи, вообще никак не говорит в пользу участия в этом размещении. Потому что, во-первых, биржа СПБ должна торговаться дешевле, чем в долларовой истории, там ставки дисконтирования ниже у нас выше. Во-вторых, важно помнить, мы с вами принимаем решение, покупать ли компанию при оценке, там, условно, этого года, даже форвардной оценки, не текущей ЛТМ, а форвардной оценки в 25 прибыли. Но мы же хотим, чтобы у нас деньги выросли, да, чтобы наши инвестиции выросли. Значит, они должны вырасти до оценки сколько? С 25 годовых прибыли до 40 прибыли, да, например, раз там в полтора, да. 37, 38, 40, ну, тогда они будут дороже оцениваться даже, чем состоявшиеся зарубежные биржи. Тут кто-то может сказать, что, ну, наверное, значит, там, да, биржа, там, NASDAQ, с которой там сравнили, или Чикагская семьи, да, они уже состоявшиеся, поэтому они, как бизнесы стабильные, оцениваются, ну, условно, дешевле, а вот биржа СПБ растущая, темп рост, там, десятки, там, 40% год к году и так далее. Но фишка в том, что у биржи СПБ сейчас год к году действительно очень крутой рост. Но если посмотреть на динамику, вполне вероятно, что их рост замедлится. Вот эта история, что в России стало очень много инвесторов, она тоже, так сказать, постепенно замедляется. А видно это по показателям московской биржи. Как раз, видите, здесь ребята из Тинькова сравнивают биржу СПБ с московской биржей. Вот, посмотрите. На московской бирже количество инвесторов, ну, вообще, в принципе, в России количество инвесторов сильно выросло за последние три года. И на московской бирже, как на бирже СПБ, рост инвесторов год к году был чуть ли не кратным. И вот, посмотрите, у московской биржи, если посмотреть, да, по объемам торгов, то рост до 2021 года был сильным. Да, там, за первое полугодие 5, за второе полугодие 7 это рост 40% там год к году, сильный рост. За первое полугодие 11 рост в полтора раза, опять же, год к году. Но, посмотрите, что здесь второе полугодие 20, первое полугодие 21, вот наш серенький столбик интересует, рост, например, здесь вот, да, второй полугодие 21, почти не было, рост был маленьким. Рост первого полугодия 21 к первому полугодию 20 был, ну, так сказать, чисто символическим, чуть больше 10%. Почему? Потому что уже все, кто хотели открыть брокерский счет, открыли. То есть, получается такое замедление. То есть, сначала это был такой резкий рост наверх, и сейчас происходит такое, ну, насыщение рынка. То есть, из, как сказали, математики какой-то параболической кривой, мы переходим в кривую формата квадратный корень, то есть, насыщение, снижение темпов роста. И поэтому у биржи СПБ, да, мы видели за прошлый год, там, почти миллиард 300, за первый полугодие это полтора, за второй полугодие, может быть, это будет два, может, два с половиной, может, три. Но, в любом случае, выйти на оценку, даже, выйти на прибыль даже 5 миллиардов рублей за год, биржи СПБ будет весьма трудно, а они даже при прибыли в 5 миллиардов за год, в 4 раза больше, чем они за прошлый год заработали, они все равно будут оцениваться дороже московской биржи. То есть, получается, что сейчас биржа СПБ оценена довольно щедро. Разумеется, теоретически есть вероятность, что они все-таки смогут выйти на IPO, на NASDAQ, и там они получат щедрую оценку. Мы видели, как там другие российские компании получают щедрые оценки на американском рынке. Там Озон, например, вышел, будучи убыточной компанией, и, соответственно, сейчас Озон, короче, падает, все-таки народ стал как-то число считать, но на старте, на выходе на биржу, они вот так подлетали. Я не исключаю, что после самого IPO биржа СПБ в цене может подрасти, потому что есть определенный ажиотаж, есть вот эти истории, что после выхода на биржу взлетаем, и только потом через какое-то время падает. Но все-таки я ставлю на то, что какого-то такого роста в полтора-два раза здесь мы вряд ли увидим. Долгосрочно может быть, пока что биржа СПБ как-то очень дорого оценивается, даже если мы с вами учтем ее показатели, там не только прошлый год, но и через полгода, через год все равно будет дорого. Я первоначально думал, что поучаствую в этом размещении, но когда посмотрел на числа, увидел, что даже под будущие показатели дорого, я решил в этом IPO не участвовать. Заявку подавать на него не буду. Подавать ли вам, это на ваше усмотрение. Мое дело сказать, как буду делать я. Вот, надеюсь, видео было интересным и полезным. И лайк, подписывай, комментарий, колокольчик всячески приветствуется. И, конечно, желаю вам успешных инвестиций.